Системы контроля версий Если вы ранее в учебном заведении для себя разрабатывали небольшие программы, то скорее всего вы поступали следующим образом. Вы писали исходный код в одном единственном месте до этого момента, пока ряд последующих изменений не разрушали программу. После этого, в следующий раз, перед крупными изменениями, мы копировали каталог с исходным кодом, оставляя его копию для восстановления в случае проблем. Этот способ имеет право на жизнь, но при использовании системы контроля версий, разработка становится существенно проще и удобнее. И эта проблема решается более подходящим способом. Давайте посмотрим, для чего нужны системы контроля версий. Непосредственно для архивации исходного кода и его восстановления. Мы всегда сможем посмотреть исходный код на любой момент времени. В прошлом мы не будем опасаться, что наши последние изменения разрушат систему, и мы не сможем их аккуратно отменить. Теперь мы всегда имеем всю историю наших изменений и можем с легкостью их отменять или повторять. С помощью системы контроля версий происходит синхронизация работ в команде, в том числе если команда распределена по разным городам и странам. Путем создания отдельных ответвлений от исходного кода можно выполнять экспериментальные разработки, которые не будут оказывать влияние на основную программу, пока программист этого сам не захочет. Есть один интересный подход, который неформально в разработке программного обеспечения называется поиском папы. Иногда случается, что у пользователя системы система работает с ошибкой, не так как запланировано. В то же время тестировщик говорит, что проверял этот случай при сдаче функциональности. Возникает задача найти, кто внес некорректный код в программу. В некоторых случаях поиском проблемы занимается программист, который последний вносил изменения в исходный код, и считается, что виноват именно он, пока он не обнаружит другое. Системы контроля версий в этом случае существенно упрощают задачу. Использование систем контроля версий находится на том же этапе жизненного цикла, где выполняется работа с исходным кодом, то есть на синем этапе реализации приложения. Системы контроля версий работают в те же роли, которые пишут код. Архитекторы, разработчики, тестировщики и темлиды. Если формулировать определение, то у нас получится следующее. Системы контроля версий позволяют хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости, возвращаясь к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение этого документа. Исходный код – это набор файлов. Таких же документов, как и другие, например, в формате Microsoft Word. История этого класса программного обеспечения началась не так давно и очень активно развивалась в последние десятки лет. Системы развивались от локальных хранилища исходного кода до централизованных, но уже на отдельных серверах и далее к распределенным системам контроля версий, которые в настоящий момент являются современными и достаточно часто применяются в производстве в современных компаниях. Принцип локальных систем контроля версий очень похож на те копии каталогов, которые мы видели в начале лекции. Давайте посмотрим на принцип работы централизованных систем контроля версий. Имеется центральный сервер, который хранит всю историю изменения исходного кода. Программисты с различных компьютеров запрашивают определенный срез исходного кода, после чего работают с ним уже у себя на компьютере. После завершения работы и реализации требуемой функциональности программист отправляет изменения на централизованный сервер. Все работает хорошо до того момента, в который два программиста внесли изменения в одну и ту же часть кода. В этом случае у них возникает конфликт, который не во всех системах контроля версий разрешается хорошо. В некоторых эта ситуация решается блокировкой файла на сервере программистом номер один. До того момента, пока он не разработает и не отправит на сервер свои изменения. Это плохо влияет на процесс разработки, так как невозможно ввести параллельную разработку разной функциональности, если она должна выполняться в одном файле исходного кода. У распределенных систем контроля версий принцип работы несколько иной. Нет единого сервера, который хранит всю историю изменения исходного кода. Эта история хранится на компьютере каждого разработчика, который разрабатывает программу. Это позволяет программистам обмениваться между собой своими изменениями, даже если они не подключены к единому серверу. Конечно, можно выделить отдельный сервер, но он будет представлять из себя равноправный узел, такой же, как и любой другой компьютер программистов. Выделение такого сервера может оказаться полезным для целей резервного копирования. Ноутбук программиста может пропасть, потерять сервер несколько сложнее. Проблема конфликтных ситуаций, когда делают изменения два программиста в одной части исходного кода, в распределенных системах решается лучше. Но не из-за принципа работы распределенных систем, а в принципе из-за их лучшей развитости и современности. И благодаря использованию более современных алгоритмов по анализу кода, распределенные системы просто более современные, даже просто при взгляде на временную шкалу развития истории систем контроля версий. В завершении нашей первой лекции по системам контроля версий давайте посмотрим на конкретные программы, которые относятся к централизованным и децентрализованным системам версионирования. Среди популярных сейчас централизованных систем можно встретить CVS и SVM. Второй также известен как Subversion. К популярным децентрализованным системам контроля версий относятся Git и Mercurial. В следующих лекциях мы разбираемся с понятиями, которые используются при применении систем контроля версий в процессе разработки программного обеспечения. Системы контроля версий. Понятия версионирования. Понятия, которые мы будем сейчас рассматривать, являются базовыми и присущи всем современным системам контроля версий. Первое понятие, с которого следует начать рассмотрение, это ветвление. Ветвление, или создание веток исходного кода, необходимо для ряда задач. Вести изолированную разработку и не мешать другим программистам. Запускать разные версии программы с отличающейся функциональностью. На схеме мы видим две ветки исходного кода, ветка Develop и ветка Master. После того, как от ветки Master была создана ветка Develop, они стали существовать параллельно. На схемах такого вида кружками или точками обозначаются внесение изменений в код. Программистам это называется Commit. Стрелками обозначаются перенос определенных изменений из одной ветки в другую. Следующее понятие это слияние. Это такое действие, при котором происходит объединение двух веток исходного кода в одну. Почему? Давайте посмотрим на схему на экране. От основной ветки Develop была создана ветка Fitchy Branch. Таким образом обычно называют ветку, которую создают для разработки конкретной задачи, или как часто называют фичи. В тот момент, когда задача полностью разработана, программист сливает свою ветку исходного кода с основной веткой. После чего розовая ветка перестает существовать. С понятием конфликта мы уже сталкивались ранее. Это такая ситуация, когда более одного программиста вносят изменения в один и тот же блок кода. Если смотреть на схему, то такая ситуация может возникнуть в любой из точек, куда входят две стрелки. То есть, в узле применяются два различных изменения исходного кода. Репозиторий. Это хранилище исходного кода. В целом, где хранится вся история с указанием авторства тех или иных изменений. Сервер. Это централизованный сервер, на котором хранится репозиторий. В случае с распределенными системами контроля версий, это логическое определение, так как там все репозитории являются равноправными. Коммит. Одно действие по передаче изменений от разработчиков в репозиторий. На схемах, которые мы рассматривали ранее, это один кружок. Ревизия. Определенный номер, который характеризует конкретный срез исходного кода. Понятия ревизии и коммита неразрывно связаны. Рабочая копия. Та версия исходного кода, с которой работает программист у себя на компьютере в настоящий момент, и в которую он вносит изменения. При разработке больших систем, множество программистов параллельно работает со своими рабочими копиями на своих компьютерах, и только в момент синхронизации с главным репозиторием или сервером, они обмениваются своими изменениями. Существует несколько простых правил, которые существенно упрощают работу системами контроля версий и работу в команде в целом. Необходимо привыкнуть делать частые и небольшие коммиты. Чем больше файлов вы изменяете и включаете в коммит, и чем дольше вы его не делаете, тем больше вероятность возникновения конфликтов при сохранении ваших изменений в центральной репозитории. За это время другие программисты уже могли существенно изменить исходный код и даже его структуру. Второе простое правило гласит, что нужно не бояться заводить ветки для разработки отдельной функциональности. Это упростит разработку как вам, так и вашим коллегам, потому что вы не будете им мешать при разработке другой функциональности. Если ветка станет не нужна, ее всегда можно легко удалить. При выполнении коммита его необходимо хорошо описать, чтобы из комментариев было понятно, зачем этот коммит делается, какую задачу он решает. В дальнейшем это упрощает анализ исходного кода и работу с историей. Для работы с распространенными системами контроля версий существует множество инструментов и программ. Первые два инструмента позволяют работать на вашем компьютере. Система контроля версий Git. Торто ССВН делает то же самое, но для централизованной системы контроля версий СВН. GitLab является достаточно функциональным серверным программным обеспечением, которое кроме задачи версионирования исходного кода решает задачу по проведению ревью исходного кода и его обсуждению. Современные средства разработки имеют хорошую интеграцию с распространенными системами контроля версий, максимально упрощая процесс работы с репозиториями. Нам не приходится задумываться об особенностях реализации и работы той или иной системы версионирования. Кроме этого существует большое количество онлайн сервисов, которые представляют доступ к системе контроля версий и хранят ваш исходный код. Например, такие сервисы как Bitbucket или GitHub. Как и по другим нашим лекциям, эту тему хорошо освоить можно только пробуя на практике эти теоретические знания. Для их укрепления более и более глубокого понимания имеет смысл прочитать и осознать материал, представленный по ссылке на экране. Представленные статьи помогут более глубоко понять процесс работы с системами контроля версий, тем, кому это необходимо. Причем не нужно обращать внимание, что в материалах идет речь про конкретные системы, так как подходы и практики в целом очень близки, и не во всем зависит от конкретных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!